МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Первое городское. Здравствуйте! О самых главных событиях дня готовы рассказать наши корреспонденты. И я, ведущая, Наталья Болдинская. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске смотрите. Скандал в медколледже. Преподаватель, который вернулся из зоны АТО, обвиняет свое руководство в предвзятости и сепаратизме. Мои побратимы поднялись на мою защиту. Смерть в больнице. Почему в инфекционке умер двухмесячный ребенок? Все время, пока ребенок находился у нас в больнице, он получал лечение. Спортзалу быть. В Кремроге начался капитальный ремонт спортивного зала в школе на Карачунах. Займаться с детьми на уроках было просто неможливо. Эти и другие события в материалах наших корреспондентов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Убийство в центрально-городском районе на улице Украинской на территории Столярни между двумя парнями и группой азербайджанцев случился конфликт. После непродолжительной перепалки между мужчинами произошла драка. Во время потасовки одного из ребят ударили острым предметом в область сердца. На место вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего забрали в больницу. Уже в стенах поликлиники парень скончался от внутреннего кровоизлияния. Правоохранители задержали одного из злоумышленников и доставили в центрально-городское отделение полиции. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства трагедии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вернулся из АТО, но благодарности не получил. Владимир преподает в медицинском колледже. После года, проведенного на передовой, вернулся на любимую работу. Служил в 17-й механизированной танковой бригаде. Но, говорит, несмотря на заслуги перед Родиной в учебном заведении, с ним обходится нехорошо. Зарплату понизили, коллеги смотрят косо, а директор планирует уволить. Руководство колледжа называет все заявления участника боевых действий провокацией, а его самого скандалиста. Разбираться с дирекцией преподаватель приходит в компании активистов. Не обходится и без полиции. Николай Чирова знает все подробности. Владимир преподает в медицинском колледже, акушерство и гинекологию. Недавно вернулся из АТО. Ушел на передовую добровольцем. Говорит, после службы начал ощущать недовольство со стороны коллег. Также участник АТО обвиняет руководство учебного заведения в том, что студентам якобы показывают пропагандические программы российских телеканалов. Владимир неоднократно жаловался во все инстанции, но говорит, результата нет. Мы пробовали решить это мирным путем. Обернулось это проверками, третированием и банальным обзывательством. Когда директор колледжа в открытую стал оскорблять, унижать и требовать увольнения ветерана АТО, мои побратины поднялись на мою защиту. Возле учебного заведения постоянные митинги и скандалы. Кроме политической ангажированности, активисты обвиняют коллег Владимира во взяточничестве. На место даже вызвали полицию. Патрульным удалось уговорить спорщиков сеть за стол переговоров, но особо результата это не дало. Так как вызов был, не пускают людей в учебное заведение. Приехали сюда, после беседы с активистами, после беседы с директором учебного заведения, мы пришли к общему знаменателю, чтобы люди собрались в актовом зале, так как они хотели, и задать конкретно вопросы директора учебного заведения, поговорить с преподавателями. Директор колледжа уверяет, все обвинения ложь. Говорит, работает в колледже 43 года, но ничего подобного никогда не было. Бесполезно с ней говорить, как зомбированный человек, и все повторяет одно и то же, одно и то же, одно и то же. Еще в первых скаргах, представившую вас телевизор в этом самом холле, он все время русские программы дает. У нас телевизор, у нас нет спутниковой телевидения. 7 сентября в медицинском колледже уже была проверка облздрава, но чиновники нарушений не обнаружили. В любом случае есть норма закона, которая регулирует как саму образовательную деятельность, так факты принятия, увольнения на работу и дисциплинарная ответственность. То есть нельзя что-то делать незаконно. Если это все-таки происходило, либо происходит, это однозначно надо пресечь. Но если таких фактов нет и речь идет о недопонимании, это также необходимо прояснить. Владимир Дмитриев постоянно пишет заявление в полицию, требует от правоохранительных органов помощи в решении конфликта. Также мужчина собирается подавать в суд. Николай Чирва, Максим Пономарев, Первый городской. Они, мама и папа трех замечательных дочек, мечтали о сыне, но судьба оборвала его жизнь на третьем месяце. Трагедия произошла в начале августа. За 10 дней в больнице умер двухмесячный ребенок. Причина смерти – двусторонняя пневмония и стафилококк. В заключении судмедэксперта указано, ребенок заразился в самой больнице. Отец мальчика обвиняет врачей в халатности. Те, говорят, сделали все, что могли. В непростой ситуации разбиралась наша Вероника Лавриненко. Через месяц со дня смерти ребенка отец впервые пришел на кладбище. Раньше просто не мог. Сразу после похорон его жена попала в ту же больницу, где лежал маленький Миша. За месяц супруге не стало лучше. Все время муж проводит с ней. Как оказалось, у женщины ВИЧ. Муж и жена просят не называть их имена, боятся осуждения знакомых и соседей. Артур, назовем отца так, не верит, что этот же вирус убил его ребенка. До больницы никто анализов ребенка не брал. И они утверждают, что ребенок уже был заражен, болен до больницы. За ребенком никто не смотрел два дня. Потеряли время. Стофилококк откуда-то появился. Откуда он появился. Рассказывает, в пятницу у ребенка начала подниматься температура. Врачи назначили антибиотик. Оббегав все аптеки, найти нужного лекарства мужчина не смог. Новые назначения не выписали. В шесть утра понедельника мальчик умер. Врачи говорят, лекарства, которые выписали, есть везде. Они сделали все возможное для спасения ребенка. Ребенок наблюдался дежурными врачами. И все время, пока ребенок находился у нас в больнице, он получал лечение. Соответственно, его диагноз. Это не первое горе, которое произошло в семье. Несколько лет назад, прожив чуть меньше суток, новорожденная дочь умерла в роддоме. Причиной смерти родители считают антиретровирусную терапию, которую принимала мама. После трагедии женщина отказалась от лечения. Сейчас, врачи говорят, второй малыш умер именно поэтому. И именно поэтому сейчас жизнь матери тоже под угрозой. Кроме погибших малышей, у семьи с трагической историей есть еще три здоровые дочки, которым нужен уход и внимание мамы и папы. Вероника Лавриненко, Евгений Жулай, Первый городской. Не доказали вину. В сентябре прошлого года в онкодиспансере произошел скандал. Пациентке назначили компьютерную томографию, при прохождении которой у нее лопнул сосуд. И контрастное вещество попало под кожу. Приехав домой, рука женщины распухла так, что пришлось обратиться во вторую городскую больницу, где сделали операцию. По словам врачей, если бы пострадавшая терпела боль дольше, то руку пришлось бы ампутировать. Год назад об этом случае рассказывали корреспонденты Первого городского. Чем все закончилось, смотрите в материале Галины Гонзенко. Год назад Ирине пришлось проходить процедуру, из-за которой она чуть не лишилась руки. Ее сын сразу заявил о врачебной халатности. По результатам расследования комиссия пришла к выводу, что человеческой ошибки в этом нет. Родственники пострадавшей были с этим не согласны. Обращались во все инстанции, но руки уже опустились. В прокуратуру я обратился, не стал обращаться в облздрав, записался на приемную, так как это нужно было ехать в Днепропетровск, а я уже на то время вышел на работу, не было ни времени, ни желания. Облздрав также закроет это все дело, как и горздрав, что результатов как таковых и не будет по сути. И в общем-то все закончилось тем, что я не поехал. Теперь женщине нельзя сильно перегружать правую руку. В онкодиспансере свои извинения принесли сразу, но здоровья уже не вернуть. За полтора года эту процедуру прошли более трех тысяч пациентов. И случай с последующим хирургическим вмешательством был единственным. Сказать, что в результате наших разборов мы определили, что есть виновный человек в том, что это случилось, я тоже не скажу, потому что катетер был установлен правильно, он был в венозном русле, что подтверждено тем, что на снимках контраст попадал в венозную русле и происходило контрастирование и в артериальную венозную фазу. У некоторых пациентов слабые вены, потому что они получают лечение, вводятся разные препараты, сильнодействующие, которые, конечно, воздействуют на вены, вены становятся тонкими. Компьютерный томограф помогает детально рассмотреть внутренние органы человека. И при лечении можно узнать, где у пациента есть пораженные участки. В онкологии при томографии необходимо внутривенно вводить контраст, который при большом скоплении показывает наличие раковых клеток в организме. При входе в кабинет есть инструкция для пациента, которая сообщает о том, как правильно действовать, если чувствуется боль. Все пациенты, которым назначается компьютерная томография с внутривенным усилением или без внутривенного усиления, подписывают информованную сгоду такого текста о том, что они ознакомлены, что это за процедура, какие возможны осложнения. И что они не согласны проходить эту процедуру, знают, что возможны определенные осложнения. По случаю в онкодиспансере при управлении здравоохранения Кривого Рога создали комиссию, которая действительно констатировала факт попадания контрастного вещества под кожу руки. Но вины медиков в этом не обнаружили. Родственники пациентки были настойчивы и дело отправилось в облздрав. Там лишь подтвердили городское решение и никого не наказали. Если бы контрастное вещество не попало в сосудистое русло, его просто не было видно на ранее наследование. А поскольку в ренте наследования было проведено и получены необходимые должные результаты, значит, как раз таки был введен в сосудистое русло. А все вещи, которые произошли в дальнейшем, спустя некоторое время, это уже являются непосредственно особенностями и осложнений. Борьба за справедливость против белых халатов изначально оказалась проигрышной. Ведь пострадавшая сама отказалась от обращения в полицию и прокуратуру. Обещанный материальный ущерб Горздрав так и не возместил, потому что пациентка не сохранила чеки. Но она и не настаивала на этом. Хотела только, чтобы виновных наказали и больше такого не повторялось. Галина Гонзенко, Александр Бондаренко, Максим Пономарев, Первый городской. Спортзалу «Быть» в Кремроге начался капитальный ремонт спортивного зала в школе номер 12 на Карачунах. Инициатором работ стал член команды Константина Усова, депутат городского совета Андрей Богданов. Совместно с благотворительным фондом «Общественная инициатива» жителей Кривбаса. Деньги выделены не из бюджета, а из личных ресурсов спонсоров. Продолжит тему Олег Кермалинский. На замену пола, окон, косметическое восстановление стены и потолка выделили более 200 тысяч гривен. Напольное покрытие зала находилось в аварийном состоянии. Из-за прогнивших балок доски могли лопнуть в любой момент и травмировать школьников. Продолжение основным было ремонт подлоги, которая не давала возможности заниматься спортом, заниматься в спортивном дусе. Но мы подошли до этого более комплексно. Взяли и заменили векна. Тут были старые векны, которые не термоизольированы, скажем, и пропускали. Векна, бач, уже поменяла? Да, это уже выполнено. Мы взялись отреставровать стены, потому что старая штукатурка уже отваливалась. В проекте по ремонту спортзала 12-й школы нет ни единой гривны бюджетных денег. Все работы выполняются силами депутата горсовета Андрея Богданова, благотворительного фонда общественной инициативы жителей Кривбаса и Криворожского нардепа Константина Усова. Несколько лет назад в школе ремонтировали крышу, но со временем она все равно протекла. И заниматься в спортзале стало невозможно. За рахунок бюджетных денег была отремонтирована покривля, потому что были большие протекания, что дало такое руйнование на стенах. И вследствие чего заниматься детям на уроках было просто неможливо. Депутат горсовета вместе с активистами из благотворительного фонда тщательно следят за процессом восстановления спортзала. По словам народного депутата Украины Константина Усова, командная работа сыграла большую роль в организации ремонта школьного заведения. Не только из государственного бюджета мы приносим у Криворожих гроши, на которые ремонтуем школы, детские садочки. Когда нет такой возможности, находим другую из приватных фондов, с собственной кишенью, собственными силами, собственными людьми, делаем невыкладные ремонтные работы для детей. И мне очень приятно, что не только я этим занимаюсь, как народный депутат, а и представители нашей команды. В течение нескольких недель ремонтные работы в спортивном зале школы будут окончены. Еще до наступления холодов ученики смогут посещать уроки физкультуры в обновленном, более теплом и комфортном помещении. Олег Ермолинский, Евгений Анистрат, Первогородской. Вышел покурить и повесился. Вечером 7 сентября в Покровском районе Кривого Рога мужчина покончил жизнь самоубийством на кухне своей квартиры. По словам родственников погибшего, в семье были ссоры. Это и стало причиной суицида. В полиции говорят, на теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружили. Предсмертную записку покойный не оставил. Сейчас тело направлено на экспертизу. Начато досудебное расследование. Изъяли марихуану. В Долгинцевском районе сотрудники Департамента противодействия наркопреступности изъяли около 2 килограммов наркотических растений. По ценам черного рынка сумма конфискованной марихуаны составляет около 80 тысяч гривен. Все растения упаковали и отправили на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают причастность злоумышленника к распространению наркотиков. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Задержали вора. В подвале одного из кафе по улице Мусоргского держали в заточении мужчину. Такая информация появилась несколько дней назад в Криворожских СМИ. Полицию вызвали прохожие, которые слышали крики в кафе. Прибыв на место, патрульные оказали мужчине первую медицинскую помощь, вызвали скорую и следователей. После осмотра у затворника выявили закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и различные ушибы. Инспектори увидели, что в данном подвальном помещении находится особа, которая вся в плямах крови, очень в пригнишенном состоянии. Еще и на шее в ней находится зашмарок, который держит, как сгодом объяснилось, властник данного кафе. Сразу же Криворожского было затримано. Особа освободена от зашмарка и завязанных рук. По словам владельцев заведения, этот мужчина вор. В конце августа он взломал окно и вынес из кафе плазму и прочую технику на сумму 20 тысяч гривен. Его узнали по татуировкам на руках, которые хорошо видно на видеокамер наблюдения. Позже мужчина вернулся на место преступления снова, но его успели задержать сотрудники заведения. По словам администратора, травмы и ушибы – результат самобичевания. Дело рассматривают в Покровском отделении полиции. Я еще крикнула людям, чтобы вызывали полицию, потому что он вертелся и изображал припадки, кричал, что он эпилептик и так далее, бился тут, головой там бился. Полиции он тоже начал падать без сознания. Ну, во-первых, он здесь бился обо все заборы. И снова перенос. В суде Металлургического района состоялось очередное заседание по делу бывшего начальника Центрального городского отделения полиции Александра Недодатка. Подготовительное слушание так и не началось из-за неявки свидетеля по делу. Суд обязал военного прокурора обеспечить явку заявительницы уже на следующее заседание, которое состоится 26 сентября. Напомню, Александра Недодатка задержали в одном из кафе Кривого Рога во время получения взятки в полторы тысячи долларов за содействие в возврате улик по уголовному делу. Правоохранители поймали с поличным еще в феврале 2016-го. За это время бывшего начальника отделения полиции успели даже уволить из органов национальной полиции. Правда, по словам подсудимого, сделали это с нарушением. 9 сентября стартует новый сезон в Криворожском кукольном театре. Он будет полон неожиданностей, обещает его главный режиссер Ирина Рожкова. Например, перевоплощение героев в образы будет происходить не за кулисами, а непосредственно на самой сцене во время представления. Откроется новый уже 40-й театральный сезон премьеры сказочного спектакля «Емелины фантазии». О приключениях нерадивого героя и волшебной щуки самые юные криворожане и их родители смогут узнать в эту пятницу в 11 утра. В Кремроге пройдет регулярный чемпионат по мини-футболу в девятку. Первенство стартует 18 сентября и продлится всю осень. Матчи собираются проводить каждое воскресенье на футбольном поле гостиницы «Дружба» по улице Телевизионная. Принять участие в них сможет любая желающая команда или отдельный игрок-любитель. Регламент стандартен – с каждой стороны по 5 спортсменов, продолжительность тайма – 25 минут. Заявку на участие в чемпионате уже подали около 10 местных любительских команд. Одновременно с Криворожским турниром аналогичные состязания проведут в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре. По их итогам планируется и всеукраинский чемпионат. Любители футбола, поспешите. Заявки принимаются только до 12 сентября. На этом все. Такими были главные новости города «Время Кривбаса». Наша команда продолжает свою работу, чтобы вы были в курсе самых важных событий. До встречи на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин